москва все равно несмотря на все вот эти ужасы мобилизации и там дэдзебау выкрики мы тут всех победим дебильные все равно таскать ищет способа как из этой ситуации выплыть но разные источники в общем я не буду цитировать сообщают что они умоляют встречи вот но такой который был продуктивно правда не оговорится что типа нам надо решение не надо таскать само сотрясение воздуха нам надо решить мы готовы как тут обсуждать давайте вот чего-то разумного начнем ты считаешь все-таки запад под угрозой или под желанием или по соблазнам все-таки прекратить это все можно пойти на это или нет марк нету такой угрозы такой угрозы нет и она ликвидирована путином лично двумя крупными событиями первое аннексия второе начало объекта обстрела объекта критической инфраструктуры 10 октября на аннексию и у нас есть резолюция генассамблеи он а на какие обстрелы есть резолюция паре которая признала теоретически и сумма других вещей я не представляю себе сегодня формальной дипломатии публичной направлена на то чтобы позволить путину сесть за стол переговоров конечно будут попытки ну скажем так туре турков тех же эмиратах может быть еще кого-то поставить вопрос о том что ну давайте создадим переговорное окно хотя бы для решения частных вопросов она так же состоит пленных обменяем и так далее а як а если это будет удачным то возможно следующий шаг но всерьез о мирных переговорах сейчас как бы вопрос никто то что не поставил александра григорьевича лукашенко перешагнуть эти резолюции сложновато и вот вам их истинная ценность многие привыкли им пренебрегать мы об этом говорили а нет цитирую александра лукашенко это звучит григорьевича звучит так ему зеленскому американцы и британцы запретили вести переговоры да они это звучат да а ежели значится вот переговоры сейчас вот разрешить то за неделю все закончится ну а раз запретили ну что же мы сделали запретили все значит нет никаких переговоров да посмотри есть такое экстремист глазев такой академик он такой знает как поднять экономику россии так года я депутатом в одном созыве с ним был он там дпр был насмотрелись поэт гения он министром был до этого но неважно в общем то не ждали и хотели нашего вторжения говорит россия оказалась втянута ты послушай в войну со всем западом по американо-британскому сценарию нас горит обманули на внушили иллюзию нашей быстрой победы и вы знаете какое изменение текает вопрос а чего же вы такие идиоты и почему суверенная суверенная страна член постоянно совета безопасности он который типа самый сильный самого самая красивая допустила чтобы втянули вышло шестилетние дети что вас можно поманить и втянуть тем более вважив важнейший вопрос ваша безопасность если на руках от байдена и всех из самых умоляли не делает они просто бесконечно консультировались с байденом и этим сам джонсонам рассказать не втягивайте на свои муэти взяли эти мы не хотим не надо нам взяли все две версии понятна версия ясна и она явно проступает логика такая нас втянули войну мы не хотели а читайте мы не виноваты а же втянули во всех этих разрушениях косвенно виноваты соединенных штатов и прочих прочих изюмах потому что они же втягивали мы были вынуждены а там дальше туман войны стреляешь не видишь а потом бац оказалось 400 трупов граждан и по запорожью мы стреляем потому что нас втянули соединенные штаты и британии особенно никополю достается потому что штаты и британия харьков вот тоже поощряют штаты и британия каждый вечер стрелять по николаеву по киеву сегодня по другим областям лупили там снова ракетами летали эти долбаные с кем это опять это все потому что эти самые штаты и британия второй второй шаг значит мы хотим переговоров потом неизбежно вытекает из первого потому что если штаты и британцы и британия втянули значит у них есть какие-нибудь интересы давайте поговорим об этих интересах третий шаг успокойте вашего не меняемого зеленского давайте договоримся четвертый шаг давайте вот усилим британской и американской ну британская нет в американской стороне позицию тех кто склонен договариваться читай выборы 8 ноября читает трамписты приходит к республиканцы консерваторы и будем мирно решать пятый шаг за этим не давай ну а что же вы хотите ну просто вот как бы просто хотите чтобы мы взяли применили ядерное оружие если мы не договоримся так мы сами этого боимся больше всего на свете зачем же вы нас оставляете зачем вы нас толкаете на такой шаг не 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 давайте давайте а ничего не будет никаких переговоров потому что отсутствие переговоров с ними самая выгодная стратегия по скорейшему обустройству коллапса внутри самой россии и приведение ситуации к такой что вот такие вот глази возговорившись другими всякими товарищами захотят убрать владимира владимировича с поста президента а это в свою очередь запустит процессы которые будут мало управляем и очень выгодны нам потому что путинский режим обрушится внутренний хаос и не сможет вести войну и вынужден будет выводить вот и все неведение с ними переговоров это кратчайший путь победе сейчас самая выгодная и самая короткая стратегия победы для украины а и Субтитры создавал DimaTorzok